всем привет вы смотрите канал магазина икс ком меня зовут сергей и сегодня у нас обзор бюджетного корпуса от компании еврокейс более того мы рассмотрим его даже с начинкой внутри интересненько тогда ни в коем случае не перематывайте приятного просмотра почему-то не все еще знают но в группе компаний с ком собирают компьютеры на заказ для офиса для работы для видеомонтажа или для игр у нас сегодня один из них собраны в корпусе еврокейс и так еврокейс м10 для материнских плат микро айтикс а также мини айтикс абсолютно минималистичный дизайн бывает двух цветов серый и черный материалы корпуса только металл и стекло металл с хорошим напылением грани не острые пальцы не порежутся передняя панель корпуса монолитно объединена с верхней крышкой боковая крышка из настоящего закаленного стекла учитывая что корпус является бюджетным около трех с половиной тысяч рублей это прямо-таки необычно начнем осмотр снизу тут у нас надежно закрепленные ножки довольно высокие что обеспечивает хорошее дыхание блока питания соответственно тут же видим фильтр для него как вы поняли блок питания располагается снизу что очень правильно значит он будет холодным а вот на верхней панели фильтра нет только перфорация также мы тут видим кнопку включения кнопку управления подсветкой два разъема usb 2.0 один разъем usb 3.0 а также разъемы для наушников и микрофона весит это добро чуть больше двух с половиной килограмм чуть больше косаря за кг но за эти деньги вы получаете качественный крепко сбитый корпус посмотрим что внутри винты откручиваются вручную отверткой орудовать не надо как я люблю отдирать плёночки стеклышко действительно выглядит крепким как вы видите несмотря на то что корпус меняйте x пространство хватает с лихвой ширина 350 миллиметров высота 370 миллиметров глубина 200 миллиметров это означает что сюда отлично войдет видеокарта размером до 35 сантиметров но по типу geforce rtx и и же с ними и при этом глубины корпуса достаточно чтобы установить башенное охлаждение процессора это крайне приятно на задней панели уже в наличии вентилятор 120 миллиметров а также наверху еще два таких же и все они с красиво регулируемый лет подсветкой вентиляторы дуют очень хорошо верхняя панель он она аж холодная прикольно откручиваем заднюю крышку как видите она крепится на такие барашки при грамотном кабель менеджменте место здесь будет вполне достаточно места для накопителей лоток для двух трех с половиной дюймовых дисков и аж 4 штуки для двух с половиной дюймовых дисков в комплекте идут все необходимые для сборки винтики а теперь пару слов про комп который собрали ребята из x-ком в этом корпусе процессор intel core а и 5 11 поколения а конкретно 11 400 f 16 гигабайт двухканальной памяти ddr4 ssd шник на 500 гигабайт плюс 3,5 дюймовый жесткий диск на 2 терабайта видеокарта gtx 1650 на 4 гигабайта и кормит все это дело блок питания на 500 ватт нравится корпус или хотите собрать себе такой пока знаете где это найти все ссылочки в описании и напоследок не могу не сказать вам про другие корпуса еврокейс тут у меня есть парочка новинок форм-фактора atx это модели еврокейс а01 и а10 у одного передняя и боковая панели из стекла у второго футуристичный дизайн с продолговатый лет подсветкой внутри все эргономично и просторно хватит места для размещения даже самых больших видеокарт крепление блока питания у обоих корпусов расположена снизу самого блока питания в комплекте нет но но и понятно ведь корпуса являются бюджетными а 01 стоит около 4000 рублей а 10 три с половиной вот такие красавцы от еврокейс ссылочки на каждый из них вы обязательно найдете в описании а на этом мы заканчиваем наш обзор не забывайте ставить лайки подписываться нажимать на колокольчик всем пока пока